привет дорогие друзья виноградари коллеги я гайдай андрей наш питомник привитых саженцев снова в эфире рад вас приветствовать безгранично ну честно сказать соскучился за многими вами многие пишут об этом поэтому я в обязательном порядке вышел на связь хотя в наше время это сделать очень тяжело не хватает рабочих рук не хватает времени ограничены в действиях финансах во временных так скажем их режимах очень много всяких проблем тем не менее я вырвался вырвался в конце июня к нашему клиенту здесь недалеко белороднестровский район 100 километров от одессы вырвался чтобы в одну поездку я мог снять немножко информации материалов для вас а почему я вырвался потому что у нас конце мая был град и это видео про град какие риски какие последствия как мы справились с этими последствиями и справились мы вообще с этими последствиями вот и приехал я уже понятное дело почему потому что у него есть вот такая вот сетка да он натягивал ее бы уж на три года назад я хочу перенять опыт для себя и заодно это рассказать и для вас я думаю что это принципе интересная тема потому что град может выпасть в любом регионе не только юга но там где у вас растет виноград и мои коллеги винограды многие уже снимали похожие видео ну я же говорю для контента я решил снять такое видео поэтому кроме град этот участок еще очень тем интересен я пока не буду говорить чем вот так пока присяду вот так поверну камеру потрушу этот куст и в комментариях напишите какое будет следующее видео с этого участка тот кто напишет первые комментарии какое будет следующее видео получит от нас подарок пишите в комментариях поэтому давайте я перемотаю и вернемся на три недели назад виноградник открытого грунта и я увидел там следующую картину я просто не могу даже передать словами если приблизить приблизить камеру каждому каждому побегу в отдельности и какие будут раны там через неделю через две когда они уже проявятся могу сказать и дать первую оценку от увиденного здесь все нужно будет срезать на пенек зеленого побега это значит что в конце мая месяца мой виноградник чисто во временном режиме возвращаем на месяц назад у нас вегетация началась где-то 15 18 20 апреля на разных сортах по-разному это первую очередь у нас приведет тому что у нас практически не будет винограда но по срокам мы еще можем восстановить этот виноградник и уже на следующий год он даст нам нормальный урожай если не будет града как видите в конце мая это 25 число побеги растений достигали уже 40 60 сантиметров своей длины уже даже соцветия начали разрыхляться и через неделю-другую уже началось быть цветение но град внес свои коррективы смотрите были не просто перебиты побеги как это можно часто наблюдать на просторах фейсбука а перебиты и с полным отрывом от куста это катастрофа не думал что мне придется раскрывать эту тему но как говорят мы предполагаем а бог соответственно располагает очень часто вы спрашиваете какие именно нужно провести работы по восстановлению куста после таких градобоин я своей жизни не видел чтобы град повредил многолетнюю древесину а это значит что все работы по восстановлению растения будут идти именно только зелеными побегами осматривать нужно именно их вообще ущерб от града это расплычатое понятие он может варьироваться от всего лишь нескольких разрывов на листовых пластинках то есть небольших дырочек до такой ситуации которую вы можете лицезреть на нашем участке это полная дефолиация листа то есть его сбитие сломаны при этом побеги и соответственно при этом стопроцентная потеря урожая поэтому я принял решение все тотально срезать на 1 2 визуальных видимых глазка или почки напоминаю что это была история 25 мая это еще в принципе не критические сроки для восстановления куста если даже мощный град пройдет на ваших участков до 15 20 июня вы еще можете тотально его подрезать как это сделали мы и растения по срокам принципе успевают восстановиться и подготовиться к зиме и год будет не потерян дальше в этом видео я покажу какие у нас получились результат но в принципе если повреждения были относительные небольшие то так делать не надо необходимо каждый побег рассмотреть внимательно если глубина ранения после града было менее 50-40 процентов в глубину зеленых лоз и такие побеги принципе продолжают идти суходвижение побегу остается подпитка и питание такого побега такие побеги с небольшими грознями можно оставить они должны принципе отработать в этом году на следующий год при осенние зимние подрезки нужно будет их удалить если повреждения ваших лоз были значительные то в этом году необходимо большее внимание уделить дополнительным обработках против различных типов гнили в том числе есть такая гниль как кислая она очень редко встречается на просторах ваших виноградников но когда чрезмерное идет гниение побегов она тоже проявляет себя я в свое время от коллег слышал что хорошие результаты в таких случаях давали такие препараты как сигнум и белис но мы лично использовали после града препараты тельдор хорус и скала также часто используем препарат свич и результатом в принципе довольны повреждение градом может также спровоцировать и другие опасные заболевания многолетней древесины такие как эутипоз и эска это тоже необходимо проговорить и это учитывать в будущем короче говоря в этом деле все индивидуально ваша задача сохранить потенциальные возможности куста путем сохранности в первую очередь зеленых молодых побегов вы знаете что основная коллекция у нас растет в закрытом грунте у нас в закрытом грунте в этом году в принципе все стабильно ничего нового все эти рекомендации которые давал два-три года назад по защите виноградника от болезней и вредителей они остаются неизменными единственное что мы как в том году так и в этом году в обязательном порядке с первым же и со вторым опрыскиванием мы добавляем препараты против гнили почему это делаем потому что мы поняли что одна из разновидностей гнили начинает поражать виноградники уже сначала вегетация еще гроздочка не начал развиваться и на нее воздействуют гнили и когда она вас развивается она у вас маленькая и постепенно растет 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 в этот период времени проявляется гниль и поедает часть соцветия пока еще будущее грозит вот и она или не нормально развивается или просто подсыхает засыхает еще 10 то какой 10 где же 5 лет назад эта практика была не распространена ведущие защитники не обращали внимание на эти гнили а последнее время особенно сейчас когда впоследствии интернета в фейсбуке фотографии которые вы распространяете пестрит всеразличными изображениями где присутствует элемента гнили и ваши грозди пропадают ну мне просто физически нет времени отвечать на ваши запросы что это такое поэтому смотрите наш канал нашем канале мы максимально хотим охватить проблематику наших виноградников и рассказываем об этих проблемах на нашем канале поэтому в первые два опрыскивания мы последние два года в том году мы ставили насколько я помню скалу в этом году мы поставили первые два опрыскивателя тапсин м последующим будем использовать свитч более дорогой но более эффективный препарат об этом я тоже как-то говорил в одном из своих видео прошлом году понятное дело что повторение мать учения обязательно возьмите это на вооружение на следующие годах то в этом году в принципе уже пострадал но конечно же наш основной коллекционный участок ему ничего не грозит понятно по каким причинам вот я прошелся по коллекции и хотя уже через две с половиной три с половиной недели начнется созревание винограда сейчас уже есть явные лидеры так скажем моих зрительских симпатиях смотрите те же банановые ножки как всегда классно ведет аватар хэллоуин арарат проявил себя с хорошими грязнями ламборджини неплохо развивается лара загорулька конечно же лидеры по созреванию как всегда велюр ромбик подарок не святая зоренька этих сортов и гибридной форм множеством в общем наберитесь терпения я скоро все вам это покажу но по теме этого видео я сделал самый главный вывод для себя и он следующий это то что с помощью защитных материалов от града будто сетка пленка или стекло вы будете всегда спать спокойнее иметь надежную страховку своего бизнес поэтому делайте выводы как говорится с помощью нас ну что дорогие друзья я надеюсь мы были для вас полезны в очередной раз я надеюсь что я скоро с вами увижусь буду прощаться с вами все всем пока будьте здоровы до новых встреч пока пока до свидания